здарова танкисты всем привет с вами серёга с вами эндомит и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры мир танков атлесты games и сегодня у нас на обзоре пульский средний танк 5 левела проходная прокачиваемая ветка дзпз инз вот такое сложное название достаточно в игре он очень сильно напоминает советскую т3 четверку и конечно же у нас не полноценный гайд обзор по этой машине и начнем моего конечно же с бронирование вперед итак колледж модель нашим нашего танчика ну и погнали нлд у нас 45 приведенки центральный час 70 уже интересно да в лд у нас 70 чуть выше 72 люк мехвода это не люк не ходу пулеметное гнездо здесь у него 62 подбашенная рубка в целом районе 60 у нас сферическая башня по передней боковой части вот основная бронеплита передние у нас получается 61 и дальше расходится до 90 то есть узи вот сюда этому танку лучше не стрелять верхняя крышка 46 люк на 40 боковое бронирование 40 миллиметров кстати и если сильно не перекручивать за счет рикошета вы будете замечательно танковать на этом даже среднем танки еще раз центральная часть с влд более-менее укреплена и касаемо краевые щеки башни маска орудия у нас кстати тоже 94 плюс маска орудия вот в эти места этому танчику лучше не стрелять на много других уязвимых мест и так с броней разобрались как для среднего танка 5 левела тут даже что-то местами иногда есть но только местами и куда скорее всего вам стрелять не будут вот давайте смотреть основные модули у нас предлагается всего лишь две пушки 1 5 левела 1 6 напоминаю что у нас там 5 левел и конечно же пушка 6 л для нас уже звучит даже интересно до альфа 110-135 пробитие 108 124 здесь 135 175 на голде вот это вообще хорошо вот заряжается до подольше пушка 5 и 8 дпм кстати настолько выше но пробитие все-таки до вспоминая маленькая вот зато здесь выше точность и время сведения комфортнее 2 1 секунды вот по поводу башни у нас прибавляется чуть-чуть брони в лбу плюс 5 миллиметров и обзор 350 а здесь у нас 320 плюс 30 метров обзора это уже серьезно по рации по рации разница небольшая принципе даже можно не качать а вот по двигателю 585 лошадей против 550 тоже прибавка такая 5 процентная но лучше выкачайте по ходовой у нас 39 градусов секунды поворачиваем здесь 36 плюс 3 градуса там процентов 7 к подвижности на месте вам это даст а касаемо оборудования прям супер стандартный комплект досал просветленка турбина снаряда у нас основной ббх и голда это подкол 925 летит бб в 1150 летит подкол все здесь здорово комфортная скорость полет снаряда по снаряжение ремка аптечка ставить автоматический огнетушитель я поставил до паек 4 члена экипажа вот перки сейчас наблюдаете перед собой в табличке по плюсам и минусам машины в целом давайте по пушке сразу у нас а минимально комфортный у вены присутствует но брони в башне нет поэтому реализовать там с каким-то преимуществом и эти у вен не можем только из кустов из инвиза вот разогнали мы при такой сборке разброс у нас пушки стал 036 время сведения почти 2 секунды вот дпм у нас сколько 1700 почти стал да и заряжается пушка чуть меньше пяти секунд по количеству хп 590 как для среднего танка норма в принципе по мобильности 60 вперед с турбиной до 17 назад 20 почти лошадей на тонны реально хорошая подвижность у танчика по незаметности 32 процента первых незаметности еще полностью не вкачан так что раскачать где-то до 34 скорее всего получится по обзору у нас хороший обзор 416 больше 300 метров до вас посветленка у нас все хорошо 416 метров 5 левел ребята так что он очень по тактико техническим характеристикам похож на наш советскую т3 четверку и я думаю что в принципе нужно просто поехать смотреть сбалансированность всех этих моментов так что отправляемся в бой давайте пощупаем дзпз инз вперед так попали на песчаную реку у нас обзор боем средний польский танк дзпзпзнз короче инзе жуть название фиг выговоришь зинз до проходная прокачиваем ветка 5 левел попали в бой к четверкам это круто еще нагибать их будем но по 3 утешки светиться будем сейчас как гирлянда новогодняя поэтому вперед сильно не рвемся пусть нашел то воду что-то нам разведывать сначала правильно про 1 арбузка подвижность вот такая сратика на этих уровнях не самая шустрая полтас видит лтшники у нас вообще сюда не поехали клюнули поэтому тут опасно сейчас берем не будем трагицы поглядим что у них на центре будет сначала а а и а и и и и так в ангар пробить и нормальному так на 700 уже постреляли а куда он собрался нормально приехал их взорвали взорвали возвращаемся встречаем завтра за нашей едет ну чё 1200 дали а как я промазал дайте собрался родным выдают так 74 счет касать 400 мы уже настригли на врагах нормальная кт хорошее точное орудие пробитие где-то там бдр г катается и отметили что я еду А помощь будет? Сам себе помощь я, да? Все, убили всех, 2к дали, 2 200, едем на остальные косты. Нашли, едем за тайфун. Едем, едем, сейчас приедем. Ну, остатки у них на базе, там их сейчас без нас убьют. Тайпа еще тычку дать, чтоб было. У нас так сумма уже 2 200. Что, хорошая подвижность все равно-то, а, на этом уровне? Ну все, уже нам ничего не досталось. Сейчас обход не терет и все. Айковы уже отлетает. Все, всех убили. Ну ладно. Ну, неплохой танк, что, быстрый, стреляет, что еще надо? Не, на самом деле приятная машина по точности, по подвижности. Сейчас посмотрим наши результаты боя. Прямо сказать, что это МБА нет, но на этом танке 100% надо играть на стандартном оборудовании. Для средних танков это, еще раз повторюсь. Так, что мы там? Так, 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 так. Все, отлично, спасибо. И за это спасибо. И за это за все спасибо. Мы большие молодцы, нам об этом сказали. Вот, первое место по урону, причем с большим отрывом от всех. Три фрага. Вот, еще раз. Просветленка, досул, турбина, мастхэв. Ребят, у кого есть эта машина в ангаре, пишите в свои комментарии, как вам в целом этот танк. Как по мне, хорошая подвижность на месте, вообще подвижность вперед-назад. Пушка. Нормальная абсолютно. Он чем-то напоминает Т-34, на самом деле, в игре. Так, ездишь. Вот, пишите в свои комментарии, вы какое используете оборудование. Как в целом вам танк. Ставьте Лукаса, подписывайтесь на канал. А я говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и конечно прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.